здравствуйте с вами снова эквименеджмент свитой козловой и так тема сегодняшнего разговора цели полагания нельзя быть успешным в бизнесе если у тебя нет мечты сколько раз в конном спорте да и не только в конном и не только в спорте мы наблюдали как руководитель боится ставить трудно достижимой и амбициозные цели однако неспособность лидера ставить сложные цели смерть для любого проекта но мечтатель и фантазер это не синонимы мне приходилось часто встречать фантазеров не желающих признавать реальность не желающих делать черновую но такую необходимую работу и учитывать изменения трендов как в бизнесе в целом так и выездки ни один вуз и никакой mba не учит принимать ответственность за риск этому может научить спорт но тоже далеко не всех и далеко не всегда несмотря на две диссертации и executive mba я редко пользуюсь книжными инструментами почему потому что любая теория должна лечь на подготовленную практикой почву я надеюсь что именно мой практический опыт поможет вам не уснуть во время наших программ а возможно и найти новую точку зрения отказавшись от каких-то стереотипов и так цель есть продукт собственника любого бизнеса а что же она собой представляет простой ответ идеальное мысленное представление результата может только запутать вас чем же цель которую ставит основатель отличается от измеримых достижимых и прочих разных целей которых в рамках жизнедеятельности любой организации довольно много я сейчас говорю о той основной цели которая станет идеологии конного клуба и частью его миссии при выборе стратегии мы тоже будем использовать именно ее цель звезду достижение которой никогда не может быть завершено полностью и который отражает непрерывное стремление вверх процессе жизни клуба будет множество других целей гор разного уровня поднимаясь на вершины которых мы будем сверять свои ориентиры именно по той звезде и цели горы в отличие от целей звезд должны отвечать правилу smart быть конкретными измеримыми достижимыми актуальными и ограниченными во времени а вокруг будет условная шахматная доска бизнеса потому что на пути к цели от нас потребуется непрерывное маневрирование а условия будут постоянно меняться наша же задача превращать любые изменения в позитивные возможности и правильно их использовать как пример создан кска профиль конный спорт как центр тематического досуга в кластере частной недвижимости его цель звезда может звучать так идеальные условия для счастливой и гармоничной жизни людей увлеченных конным спортом а одна из целей гор может выглядеть таким образом каждый год мы проводим национальные международные соревнования по конному спорту для любителей и профессионалов в которых принимают участие не менее ста пар всадник лошадь с количеством зрителей на трибунах от тысячи человек и так постановка цели это также ответственно как умение принять результаты проекта цель возбуждает и мотивирует прежде всего самого целеполагателя и вот тут то можно легко попасть в западню если перед командой поставлена цель которая не создает пользы для большого количества людей а является только личным фетишем целеполагателя и может работать лишь как промежуточная задача так случилось со мной цель которую я изначально ставила перед командой клуба продаж звучало так всадники клуба продаж должны быть сборной страны тому чтобы это состоялось и была подчинена вся наша стратегия сказанное не означает что стать номером один в определенной области плохая цель просто она не может являться основной а лишь этапом стремлений достичь чего-то большего и вот это больше и есть цель и звезда если бы мы формулировали свою цель иначе например как то так всадники клубов радар способствует росту популярности выездки в россии и мире демонстрируя ее лучшие стороны и традиции подобная цель звезда была бы более жизнеспособной именно такие цели собственник и должен передавать команде это его замысел характерный особенный способ действий дающие преимущество перед конкурентами в соответствии с которым команда разрабатывает стратегию и устанавливает стратегические ориентиры на этом фундаменте и будет построена корпоративная культура клуба о чем мы поговорим позже а пока лишь подчеркну важно чтобы стратегию разрабатывала именно команда так как спущенные сверху стратегии как правило не работают сермяжная правда жизни такого что целеполагатели не любят брать вину на себя и вообще не любят когда качество их цели обсуждают подчиненные поэтому при возникновении проблем они частенько ищут виновных наказывают невиновных и награждают непричастных это проходит с опытом или уходит с бизнесом потому что ошибка в цели полагания во сто крат дороже чем любая ошибка при ее реализации я усвоила этот болезненный урок мне пришлось поставить новую цель несущую пользу людям а не только тешащую самолюбие и она стала частью нашей миссии мы работаем для того чтобы через осознанное взаимодействие с лошадьми люди учились лучше понимать себя и друг друга эта цель стала продолжением замысла создавать единое культурное пространство способствующие развитию понимания уважения и доверия между людьми и лошадьми когда-то стив джобс решил не становиться номером один на рынке в своем сегменте а сделать высокие технологии доступными не специалистам сегодня продукция apple отличается надежностью и удобством благодаря его замыслов самому разрабатывать железо и операционную систему в настоящий момент никто в мире не имеет возможность создавать аналогичный продукт и так успешный замысел и цель звезда должны учитывать среду точку зрения потенциальных клиентов существующие технологии ресурсы и содержать идею обеспечивающие преимущества ура создается новый конно-спортивный клуб основатель точно знает каков будет его профиль что кстати не всегда происходит меня периодически спрашивают в конце строительства кска а в какой дисциплине конного спорта вы бы нам порекомендовали специализироваться окей у организаторов есть уверенность что их услуги будут востребованы подход от услуги будет действительно прекрасно работать ровно до того момента пока не проснутся конкуренты и не предложат нечто подобное у вас же под носом или например вы как собственный клуб продар выбрали подход от копирования который многим облегчил путь ведь кто-то вместо нас прошел сквозь эксперименты и терзания а нам лишь нужно было перенести в свою страну лучшие зарубежные образцы и предложить нечто подобное в этом подходе все было хорошо кроме одного мы скопировали абсолютно не рыночную модель и только через 5-7 лет осознали что в подобном виде проект может существовать исключительно на дотациях целеполагателя только после всех метаний мы переключились на подход от клиента который требует понимания его нужд потребностей и желаний умение их предугадывать и большого сервисного потенциала и занялись разработкой новой стратегии до цель это всего лишь слова но одновременно это очень дорогое сырье которое требует правильного подбора мастеров исполнителей для успешного развития конно-спортивного клуба важны все три этажа адекватные владельцы грамотные тренеры талантливые спортсмены и профессиональный обслуживающий персонал бед врачей и коноводы менеджеры направлений водители кроме того они должны соответствовать друг другу ведь если целеполагатель мощнее своей команды смогут ли они добиться результата или наоборот команда превосходит уровень амбиции цели первого лица очевидно что перспективы будут весьма сомнительны нужно ли образование целеполагатель большой вопрос но ему точно нужны воля упорство и умение находить новые идеи интересно работать с тем кто ставит перед собой цели бросающий вызов его способности с тем кто достигнув результата немедленно повышает план интересно и сложно а вот команде которые поручены достижение цели нужно уметь мыслить системно и комплексно и очень важно чтобы навыки исполнителей соответствовали поставленным перед ними целям как же изначально основателю и его команде выбрать и эффективную модель клуба и адекватную стратегию как минимум помнить что стратегия это не только взгляд из точки б в точку а но и несколько сценариев того как попасть в эту самую точку б в условиях неопределенности эти сценарии должны учитывать состояние экономики политики и законодательства только проработав детально несколько сценариев желательно 4 5 мы получим картину которая будет наглядно демонстрировать слабое извенье и поможет избежать выбора нежелательного варианта стратегия всегда базируется не на ресурсах которыми мы располагаем и не на условиях в которых мы находимся она базируется на амбициозной мечте только в этом случае стратегия обеспечит и креативность и динамизм и вовлеченность команды в ее реализацию команда вот золотой ключик к реализации стратегии нельзя сделать трусливого смелым а тихого амбициозным и точно нельзя создать конно-спортивный клуб в одиночку а для этого полезно понимать кто рядом с тобой спецназовец или пугало охраняющий огород обычно сила команды определяется по ее слабейшему звену но главное в ней схожие этические ориентиры способность к обучению умение брать ответственность за принятое решение и держать нужный темп а вот о том как создать из команды разных пусть и близких по духу и объединенных общей целью людей организационную структуру каждое звено которой будет производить определенный конечный продукт результат а не процесс мы поговорим в следующей программе организационная структура или за что платят деньги конному клубу если проект эквименеджмент интересен вам а информация которую мы предлагаем вашему вниманию полезно ставьте лайки чтобы это видео попало в рекомендованные и тогда его сможет увидеть еще больше конников которым она собственно и адресовано с вами была вита козлова до новых встреч в следующей серии Продолжение следует...